Книга. Открытым оком. Тема рождения. Том 12. Вопрос 2700. Вопрос к Игнатию Лапкину. Вопрос 2700. Так есть ли надежда, что будут изменения в православии, или так и закончится все на преданиях, на традициях и на заумничании? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 2700. Вопрос 2700. Вопрос 2700. Вопрос 2700. Вопрос 2800. На Освященном Соборе. Андриан говорил о банкротстве, которое потерпело РПСЦ на новом этапе русской истории. Старообрядцы пока еще не привыкли проявлять свою духовную активность во внешнем мире, сказал митрополит, удовлетворяясь тем, что государство наконец оставило их в покое. Такие настроения ведут к самоизоляции, ослаблению и вырождению. В том, что сегодня старообрядцы, в кавычках, страшно далеки от народа, по мнению главы РПСЦ, вина их самих, а не чья-либо еще. Будет обидно, если этот шанс они упустят. Митрополит Андриан, похоже, готов свой уникальный шанс не упустить. Митрополит Андриан. Зимой 1951 года я был крещен по древнеправославному обычаю протоиереем Александром Горшеневым в Казанском старообрядческом храме. Но в 1998 году моя жизнь круто изменилась. Я овдовел. Со мною остались сын и две дочери. Нового брака я не хотел и все больше чувствовал потребность посвятить свою жизнь церковному служению. Полгода прослужил диаконам, год священникам, два года в епископском сане, а вскоре, с соизволением Божиим, меня избрали на московский первосвятительский престол. Книга Второзакония, 28.2. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего. Книга пророка Исаии, 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Субтитры создавал DimaTorzok